Добрый день! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и Кортка Главна. Пуховики и шубы держим на готове. В регион постепенно приходит зима. Синоптики обещают первые морозы. Повод показать себя и сделать скачок в карьере. Самое главное – верить в свои силы. В Омске стартовала Олимпиада возможностей для людей с сильных духом. Дышит морским воздухом с книжкой в руках. Люди выходят и говорят, что это рай. А для нас, наверное, это самое главное. В Омской библиотеке открыли соляную пещеру. Смахнула в урну случайно. Наградные медали труженицы тыла, найденные на свалке, вернут дочери ветерана. Из-за хамства болельщиков пожертвуют домашней площадкой. Футбольный союз определил стадион, где пройдет матч между Иртышом и столичным Белесом. В регион, похоже, пришла зима. В городе выпал снег. И синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. Этим днем столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов. Местами возможны осадки, снег с дождем. Подует холодный северный ветер с порывами до 12 метров в секунду. По ночам в ближайшие три дня ожидаются заморозки. Похолодает до минус 10. Днем будет немного теплее. От минус 2 до 3 градусов со знаком «плюс». Водители общественного транспорта сами стали просить пассажиров надевать маски. Соблюдение эпидемиологических требований утром проверили на остановке у театра имени Любови Ермолаевой. Большинство пассажиров используют средства индивидуальной защиты по назначению, закрывая масками нос и рот. У других они в кармане. Отмечу, пассажирам рекомендуют быть еще и в перчатках, но за голые руки пока не наказывают. В настоящее время упор делается все-таки уже не на профилактику, потому что профилактикой мы занимались ранее. Практически в летнее время, в начале осени, да, действительно мы предупреждали как водителей, так и пассажиров. Сейчас уже время для этого прошло, и в отношении нарушителей однозначно будут составлены протоколы. Всего с начала пандемии составили больше 10 тысяч протоколов. Рейды по соблюдению масочного режима проводят в кинотеатрах, торговых центрах и ресторанах. Маски и перчатки от COVID-19 полностью не защитят, однако они помогут снизить распространение коронавирусной инфекции. Дышать полной грудью с пользой для здоровья в библиотеке «Дом семьи» в Нефтяниках открылась соляная пещера. Ее оборудовали на деньги президентского гранта. Инициативу проявило Всероссийское общество инвалидов. Оздоровительные сеансы бесплатны. Людям с ограничениями по здоровью, а также пенсионерам соленый воздух поможет укрепить иммунитет. Курс рассчитан на 10 посещений. Записаться можно по телефону Всероссийского общества инвалидов Советского округа. Его номер на ваших экранах. Результат нашей работы уже налицо. С 19-го числа начала эта галлокамера работать. Она работает не только для округа нашего Советского, она работает для всего города. Главная польза от того, что очищаются легкие. Там очень много показаний для очень большого округа болезней. Люди выходят и говорят, это рай. Понимаете? А это для нас, наверное, это самое главное. В Омске ищут жертв денежной реформы. Речь о мошеннической схеме. Правоохранители задержали двух злоумышленников. По версии следствия, они останавливали на улице пожилых, представляли сотрудниками пенсионного фонда и сообщали, что человеку якобы полагается социальная выплата. Но выдать ее могут только на дому. Когда доверчивые пенсионеры приводили мошенников в квартиры, те упоминали еще и о денежной реформе. Жертвам предлагали переписать номера банкнот, чтобы защитить их от обесценивания. А пока старики усердно выводили цифры, злоумышленники меняли настоящие банкноты на сувенирные. Ущерб, по данным полиции, составил больше трех миллионов рублей. Аферистов заключили под стражу, уголовные дела возбудили по фактам кражи и мошенничества. Тех, кто также доверился злоумышленникам, просят обратиться в полицию. В Омске проходит Олимпиада возможностей. Люди с нарушением зрения, слуха, интеллекта, речи и работы опорно-двигательного аппарата участвуют в Обилимпиксе. Это чемпионат по профессиональному мастерству. Зародилось движение в Японии еще в 1971 году. И за это время в него включились уже 50 стран. В России проявить себя можно в шести компетенциях. Единственное ограничение – возраст до 65 лет. Победители не только завоевывают награды, но и могут получить хорошую работу. За соревнованиями следят те, кто заинтересован в таких самоотверженных специалистах. Подробнее Денис Ионос. Татьяна на физкультуру раньше не ходила. Нагрузки ей запрещены. Зато девушка нашла себя в преподавании. За месяц подготовила конкурсную программу и выучила ее с командой. Вот только здесь, в зале, некоторого спортивного инвентаря не оказалось. Пришлось на ходу переделывать упражнения. Девочки все понимали, то, что я объясняла, хоть и у меня не было оборудований, которые мне нужны были, но они все поняли. У меня не было только двух инструментов, получается. Я так показывала девочкам. Там просто надо было зашагивать, я так показывала на полу, ну и все, и они повторяли. Еще один конкурсант Алексей придумывает музыкальный натюрморт. Образы инструментов, которые рождаются в голове, нужно красками или карандашами перенести на бумагу. Я сидел минут пять, думал, как, что, что-то не получалось. Ну, я рисованием занимаюсь, но в основном я танцую, пою. То есть у меня направление сценическое, не рисовальное более, но рисовать тоже люблю. Юный художник участвует в первый раз, но уже строит планы на следующий год. А вот Константин уже опытный участник Обилимпикса. Он дважды становился победителем регионального этапа и занимал призовые места на федеральном уровне. Сейчас он уже член сборной России по фехтованию. Самое главное – верить в свои силы. Ведь мы, как участники, ну, конечно, нам важен результат, да, победить, выиграть. Но ведь еще самое интересное и самое важное – это процесс, чтобы получать удовольствие от процесса. Это очень интересно, потому что для себя находишь что-то новое, ты совершенствуешь себя в своем виде деятельности, да, ты, не знаю, знакомишься с новыми ребятами, находишь новых друзей, получаешь новую информацию. Сегодня Константин в роли наблюдателя. Повлиять на результаты соревнований не может, но эксперты прислушиваются к его мнению. Всем экспертам очень сложно оценивать всегда на любом конкурсе, а на данном конкурсе вдвойне тяжелее, потому что каждый из конкурсантов, он сам по себе уникален, он сам по себе ценен, он готовился, старался. Для экспертов каждый год – это очень сложная, кропотливая задача. В первом этапе чемпионата участвуют школьники и студенты, во втором – люди до 65 лет, которые уже имеют опыт в своей компетенции. Среди них выберут 12 победителей, которые поедут в Москву. Заключительный этап пройдет с 16 по 20 ноября. Денис Ионос, Анастасия Вишова, Вадим Насардинов, 12 канал. Проверят знания о традициях народов России и культуре родного края, а мечи напишут большой этнографический диктант. Этот год для просветительской акции юбилейный, она пройдет в пятый раз. Отвечать на вопросы теста участники будут в режиме онлайн. Задания разделены на две категории – общефедеральную и областную. На выполнение дадут 45 минут, а ответить придется на 30 вопросов. Максимальная сумма баллов, которую можно получить – 100. Электронный сертификат участника с результатами будет доступен сразу после прохождения диктанта. Его можно будет написать в течение нескольких дней с 3 по 8 ноября. Тест будет опубликован на сайте. Адрес на ваших экранах. Вернули награду героя потомкам, родственникам красноармейца Митрофана Щеберова. Вручили его медаль «За отвагу», которая была найдена еще 30 лет назад вблизи хутора Лынгвино. И только сейчас ее удалось доставить в наш город. Торжественная церемония состоялась в музее Омского монтажного техникума. В ней приняли участие родные фронтовика, которые специально для этого приехали в Омск и Стары. А также студенты-активисты поискового движения. Митрофан Щеберов ушел на войну в самом ее начале. И в апреле 45-го пропал без вести. Служил ефрейтором, был наводчиком орудия роты противотанковых ружей. Принял участие во многих значимых сражениях Великой Отечественной. Участвовал в освобождении Белоруссии от немецких захватчиков. Мы ходим в бессмертный полк с одним и с другим дедом. Очень приятно, что сейчас еще добавится медаль. Медаль будет храниться в нашем семейном архиве. Я считаю, что очень важно для подрастающего поколения, для таких молодых людей, знать историю нашей страны, историю Великой Отечественной войны. И вообще огромное спасибо и низкий поклон тем людям, которые занимаются этим делом. И родственникам еще одного героя Великой Отечественной вернули награды, найденные на мусорной свалке. Об этой истории мы рассказывали в эфире 12-го канала. Работники сортировочного завода среди отходов обнаружили свертых юбилейных медалей на 50, 60 и 65 лет победы и наградную медаль «Ветеран труда», а также удостоверение на имя Зориной Пелагеи Павловны. После этого сюжета в редакцию обратилась дочь ветерана. По ее словам, на свалке медали оказались случайно, когда женщина переезжала в новую квартиру. Сама Белагея Павловна ушла из жизни 8 лет назад. О спорте. Омские ястребы сегодня откроют серию домашних игр с Тольяттинской ладьей. Уже известно, что в матче точно не примут участие нападающие Руслан Газизов и Глеб Трикозов. Они находятся в расположении юниорской сборной. Зато в состав молодежки из «Авангарда» вернулся Арсений Грицюк. Это серьезное усиление для ястребов. Кроме того, на тренерский мостик вернулся главный тренер Олег Угольников, пропустивший несколько игр из-за болезни. А мячи занимает пятое место на Востоке, но до заветной тройки рукой подать всего два очка. Тольяттинцы же с 12 баллами в активе замкают десятку. Встреча начнется в 17.00. Съемочная группа 12-го канала организует прямую трансляцию для YouTube-канала Молодежной хоккейной лиги. Омский Иртыш возвращается в Подмосковье. Правда, лишь на одну игру это решение Российского футбольного союза. Напомню, за нарушение на последних матчах дисциплинарная комиссия запретила речникам проводить матч с «Велесом» в манеже «Красная звезда». В качестве нейтральной площадки выбран стадион «Авангард» в Домодедово, на котором мячи проводили стартовый отрезок сезона. Уже известно, что матч пройдет без зрителей, иначе и нейтральным этот стадион назвать было бы сложно. Для «Велеса» это родная площадка. Примечательно, что сыграв там пять игр, Иртыш так и не набрал ни одного очка. Удастся ли речникам изменить ситуацию, узнаем 28 октября. Добавлю, чтобы впредь подобных скандалов не происходило. Речь о поведении болельщиков и путанице в документах охраны. Сотрудники полиции, регионального Минспорта и руководство клуба провели встречу. Решено установить камеры видеонаблюдения с аудиофиксацией. Записи смогут подтвердить или опровергнуть спорные моменты. Первое поражение в сезоне. Баскетболистки «Нефтяника» в гостях уступили принципиальному сопернику. На игру с «Казаночкой» наша команда вышла не в оптимальном составе. Отсутствовали Елена Мешкарева, Софья Андереча и Анна Бабкова. За удачным, хоть и малорезультативным стартом, последовал фатальный провал во второй четверти. На 12 очков «Казаночки» наши спортсменки ответили лишь двухочковым броском. Продолжились проблемы и в третьем отрезке игры, когда «Амички» очнулись от нокдауна. Времени на спасение оставалось крайне мало. Итоговый счет 51-40. Это первое поражение «Нефтяника» в новом сезоне. А уже 25 октября наши баскетболистки проведут следующий матч с клубом из Самары. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Оборудование для котельных. Консультация, гарантия. В магазине «Радиат». Лакомство на любой вкус. Пчеловоды со всей страны привезли в Омск новые целебные сорта меда. Десятки видов полезного продукта можно приобрести на традиционной выставке продажи, которая в эти дни проходит сразу на двух площадках. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности в нашем материале. Богатый выбор янтарного лакомства, в том числе и самые редкие сорта, на ярмарку в Омск привезли пчеловоды сразу из нескольких регионов. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Особой популярностью среди покупателей пользуются новые сорта меда, например, с добавлением вытяжки из целебных трав или ягод. Мы привезли более 20 сортов меда. Я сейчас советую всегда покупать мед с прополисом, потому что это природный антибиотик, который убивает любое воспаление в организме. То есть вообще считается, что прополис полезен для слизистых оболочек и лечит от стоматита до язвы желудка. Всех покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу омичи могут сразу на двух площадках. Выставка продажа меда проводится с 22 по 26 октября в торговом доме «Корона» на улице Богдана Хмельницкого, остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Малунцева по адресу Мира, 58. Никита Гайдаш, 12 канал. Спонсор прогноза погоды – Песевкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Итак, завтра, 24 октября, в регионе переменная облачность. В Омске области местами возможен дождь. Ночью минус 1,3, днем минус 2, плюс 2. В районах ночью до минус 3, днем до плюс 3. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров штутного столба. Осенью поставь теплицу в огород. Сосед весною ждет тепла, а у тебя уже растет. Выставка продажи теплиц в Омске. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин